Меган Маркель всерьез обеспокоена возможностью возвращения принца Гарри в Великобританию. Королевские инсайдеры уверены, что тоскующего по дому герцога сосекского родственники в конце концов уговорят вернуться на родину. У Меган есть все предпосылки к тому, чтобы усомниться в желании мужа продолжать жить в Америке. Несмотря на то, что принц Гарри не получил приглашение провести лето с королевой в Балмарале, один из инсайдеров считает, что он мог бы чувствовать себя более комфортно в Лондоне, и его супруга прекрасно осведомлена о тоске Гарри по дому. Источник заявил, что Маркель очень озабочена и опасается, что ее мужа заманят обратно в свои ряды члены королевской семьи. С одной стороны, Меган думает, что Гарри намерен провести остаток своей жизни в Америке, но с другой испытывает определенные опасения по поводу того, как визиты в Лондон могут затронуть его сердечные чувства. Она видит, насколько он взволнован и желает показывать свою родину детям без постоянных переживаний и страхов за свою безопасность в Великобритании. Все те, кто привык сравнивать стиль Кэтрин, герцогини Кембриджской и Меган Маркель, а особенно фанаты герцогини Сосекской, которые уверены, что наряды их кумира это вершины умения одеваться модно и со вкусом и обожают про каждый аутфит Кэтрин сообщать, что будущая королева консорт скопировала его у Меган, теперь будут вынуждены признать, Кэтрин с легкостью обошла Меган в модной гонке. Журнал «Тотлер» назвал Кэтрин самой стильной особой 2022 года. В списке, который возглавила герцогиня Кембриджская, 25 женщин и мужчин, но Меган Маркель там места не нашлось. Зато нашлось место сыну подруги Меган, Виктории Бекхэм, 19-летнему Ромео. Наряды Кэтрин, особо отмеченные журналом «Тотлер», ранее уже оценили и стилисты, и поклонники королевской семьи. Ее аутфит, который она надела на благодарственную службу в честь платинового юбилея королевы в собор Святого Павла в Лондоне, в июне платье пальтоа дизайнера Эмилии и экстет цвета ванили, соответствующая шляпка и замшевые туфли-лодочки на шпильке. А также наряд, в котором Кэтрин прибыла на скачке Royal Ascot, платье в горошек от бренда Александра Ричи «Шляпка», украшенное цветами. «Тотлер» охарактеризовал стиль будущей королевы Кейт как уверенную в себе суперзвезду, все должно быть идеально скроено, охватывая современные тенденции подиумов через призму подходящей длины платья и классических силуэтов. Королевский обозреватель Ричард Иден прокомментировал отсутствие герцогини Сосекской в списке самых стильных по версии «Тотлер», задав вопрос, не было ли это немного резким. 31 августа исполнится 25 лет со дня трагической гибели принцессы Дианы в автокатастрофе в парижском тоннеле Альма. По этому поводу каналы HBO и HBO Max стали спонсорами фильма «Принцесса» режиссера Эда Паркинса. Известно, что для данного проекта использовалось множество архивной информации, в том числе нарезки из скандального интервью, которое Уэльская дала журналисту BBC Мартину Баширу. Безусловно, все хотят узнать, какой была реакция сыновей Дианы Принцев, Гарри и Уильяма. Эксперты утверждают, что мнение братьев насчет фильма и того рокового интервью расходятся. Уильям и Гарри испытывают отвращение к этике BBC и методам работы Мартина Башира, но у них все равно разные мнения на этот счет, заявили инсайдеры. Оказалось, несмотря на ту боль, которую Сосекски испытывает, глядя на кадры откровенного разговора своей матери и Башира, он придерживается точки зрения, что это все часть ее истории. Гарри больше осуждает СМИ, чем само интервью. Он не хочет, чтобы эти кадры были стерты из истории. Конечно, все сложилось не так, как должно было бы, но это все еще остается частью истории жизни принцессы Дианы, уверяют источники. Принцы Гарри и Уильям долго и упорно боролись с политикой BBC, доказав, что интервью их матери было взято обманным способом. «Интервью ухудшило отношения моих родителей и причиняло боль не только им, но и бесчисленному количеству других людей», сказал тогда принц Уильям. А Гарри добавил, что такая эксплуатация чувств других людей в конечном итоге унесла жизнь Дианы. В прошлом месяце генеральный директор BBC Тим Дэви заявил, что телекомпания больше никогда не будет транслировать интервью. Более того, организация выплатила довольно внушительную компенсацию няни принцев Уильяма и Гарри, Тиги Лего Гебрук, которую обвиняли в интимных связях с принцем Чарльзом. Использовав ложную историю о романе Уэльского и Тиги, Мартин убедил Диану дать интервью. «Теперь, когда я знаю, каким способом было получено это интервью, я решил, что BBC больше никогда не будет показывать эту программу», — заключил Дэви. Однако стоит отметить, что в предстоящем фильме «Принцесса» будут использоваться отрывки из данного интервью. Но источники уверяют, что проект был сделан для того, чтобы от всего сердца отдать дань уважения памяти Уэльской, поэтому нет необходимости спрашивать BBC о разрешении на использование отрывков передачи. Этот документальный фильм рассказывает историю принцессы Дианы исключительно на основе архивных кадров того времени, не используя комментарий из настоящего. Это интервью показано кратко, как исторический момент, заключил представитель проекта. На днях Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом и дочкой Шарлотты посетили игры Содружества в Бирмингеме. Многие поклонники, взглянув на фотографии, обратили внимание на маленькую, но очень важную деталь, на пальце герцогини Кембриджской не было обручального кольца. И все это на фоне слухов о том, что принц Уильям изменяет ей, поскольку не получает удовлетворения от интимной близости. Многие фанаты предположили, что таким образом Кейт Миддлтон демонстративно дала понять, что больше не намерена терпеть хождений своего мужа на сторону. Особо впечатлительные даже успели развести супругов в комментариях. Но есть и более прозаичная версия. На самом деле, для Кейт нет ничего необычного в том, что она не надевает ценные украшения в дни особых активностей, когда попросту рискует потерять его. Так было и на этот раз. Миддлтон принимала участие в соревнованиях по парусному спорту, было бы опрометчиво отправляться в плавание с дорогим кольцом на руке. Ведь это не просто произведение ювелирного искусства, а семейная реликвия, доставшейся Кейт от принцессы Дианы. Вероятнее всего, готовясь к следующему официальному выходу, герцогини Кембриджская всего лишь забыла надеть кольцо. В декабре этого года принц Уильям и Кейт Миддлтон отправятся в США. Супруги пересекут океан и прибудут в Бостон на вручение премии Earthshot Prize 2022. Программа должна отмечать изобретательность в борьбе с изменением климата, и путешествие королевских особ определенно вписывается в концепцию осознанного потребления. Интересно, а посетят ли данное мероприятие принц Гарри и Меган Маркель, ведь уже прошло два года, как они отказались от королевских полномочий и переехали жить в США. Более того, они расположились в Калифорнии, штате, который известен во всем мире заботой об окружающей среде. Накануне королевский биограф Том Бауэр пообщался с изданием Daily Mail на тему поездки герцога и герцогини Кембриджских. Я думаю, что объявление о том, что Уильям собирается выступить с речью об окружающей среде в Бостоне, является очень умным ходом. Таким образом, герцог Кембриджский показывает, что значит быть настоящим членом королевской семьи. Королева определенно будет довольна, что ее внук заботится об окружающей среде и решает экологические проблемы, сообщил Бауэр. Отметим, что ранее интернет-пользователи раскритиковали принца Уильяма и Кейт Мидлтон из-за поездки в США. Многие считают, что во время визитов штаты герцога и герцогиню Кембриджских будет преследовать дух Меган Маркель, которая раскрыла миру некоторые скандальные факты о жизни в королевской семье. Королевская семья очень любит давать друг другу прозвища. Например, с самого детства Елизавету Двух в семье называли Лилибет. Принцесса Диана дала старшему сыну, принцу Уильяму, прозвище Вамбат, в честь милого зверька, живущего в Австралии. А Кейт Мидлтон и вовсе начали называть «ждушкой» Уитти Кати, поскольку герцог Кембриджский долгое время не делал ей предложения. Теперь традицию перенимает и новое поколение членов королевской семьи. Как оказалось, принц Джордж и принцесса Шарлотта называют младшего брата очаровательным словом «Лулу». Это прозвище дали ему родители, когда принц Луи был совсем маленьким. Принца Джорджа одноклассники в школе Томаса с Батерсея упорно называют «Пиджей Пиджи», сокращая его инициалы, или «Тип из Типс», что основано на популярном бренде чая Пиджи Типс. А своей единственной дочери принцу Уильяму Кейт Мидлтон дали красивое прозвище, они ласково называют ее «Лотти», сокращая ее имя.